Черно-белые фотографии на обычных деревянных палочках. В этот особенный для России день они говорят громче всяких слов. По Югре прошагал бессмертный полк. Только в Хантамансийске ко всероссийской акции присоединились свыше 10 тысяч участников. Самый большой в истории бессмертный полк растет с каждым годом. Югорчане не просто интересуются воевавшими родственниками, а хотят знать все подробности биографии. Ведь у каждого своя семейная история победы. Это младшие братья моей бабушки Тарасова и Евдокия Степанова. Тарасов Никита Степанович, он погиб в Сталинградской битве. И Тарасов Филипп Степанович, он дошел до Берлина. И награжден орденом славы третьей степени, тремя орденами красной звезды. И третий орден он получил уже после смерти в 1963 году. Вы первый раз идете или нет? Первый раз бессмертно в полку иду, да. Для меня это вообще почетно. Я так с гордостью буду нести портреты своих родственников. Здесь целые семьи не только с портретами, но и на них. Кузьмина Любовь Леонтьевна и Сергей Семенович. Они вместе служили в одной роте, в зенитных ракетных войсках. Там, собственно, и познакомились, и началась у них совместная жизнь. Защищали нашу родину. Получили награды, орден славы. А вот другой дедушка, Иван Ставицкий. Он служил в железнодорожных войсках. Война застала его на строительстве в Монголии. На фронт солдат отправился за несколько тысяч километров. Восстанавливали железнодорожные пути, поврежденные. Обеспечили секретные перевозки, в том числе тяжелые техники. И в одной из таких атак дедушка был ранен. И до сих пор проходил со сколком до остатка жизни. Сегодня о своих дедах и прадедах помнят даже маленькие югорчане. Из гордости рассказывают о них. Так, в руках у Саши Орлова портрет прабабушки Галины Ветровой, которая была медсестрой и спасала раненых с поля боя. Прабабушку Галя, она совершила поведение, нам подарила жизнь. В своешествие бессмертный полк начал 6 лет назад в Томске. И за эти годы приобрел масштаб уже всенародного движения. Это настоящая людская река. В эти минуты тысячи югорчан идут плечом к плечу. И только из нашего округа в годы войны было мобилизовано почти 18 тысяч человек. Но от многих из них не осталось даже фотографий. Поэтому где-то на транспарантах лишь имена и фамилии. Краткая биография. А вместо портрета символ бессмертного полка, взмывающий ввысь журавль. Дед моего мужа, он погиб в Польше, на территории Польши. То есть они не знают, где он захоронен. И фотография не сохранилась. Ну, осталось имя. Вы все равно считаете, что важно сегодня идти? Ну, конечно, да. Его нет. Ничего практически не осталось, кроме его наследника. Память-то должна остаться человеке. Важно сегодня идти в этом ряду и для Нины Устиновой. Она еще помнит, как провожала папу на войну. Ей тогда было 7 лет. Здесь были все, кто отправлялся на войну. Свезли со всего округа. Здесь было столько. И когда шли от Дома культуры, и где сейчас развилка дороги, до туда шли сплошным потоком людей. И кто шел на войну, и кто провожающих. До сих пор слезы в глазах. Я помню этот день. Никогда не забуду. Летчики и снайперы, танкисты, разведчики, пехотинцы и артиллеристы. Сегодня они снова идут рядом. И кажется даже, что этот полк сегодня сильнее, чем когда-либо. Они не одиноки и уж точно не забыты. Милана Поварницына, Дмитрий Макаров, телекомпания «Югра», Ханты-Мансийск.